Находясь по милости нашего Господа в этом общении, мы скажем слава нашему Господу, потому что только благодаря тому, что Он охранял нашу жизнь, Господь даровал нам силы и здоровье, вложил в сердце наши желания прийти на это место, и мы можем быть в этом особом служении в последний раз в этом году, который, кажется, так недавно начинался, а уже подходит к концу, так быстро уходят наши дни, и в нашей жизни имеем это преимущество, что можем следовать за Господом, слушать Его Слово Святое и славить Его Святое и чудное имя. Сегодня имя это служение по милости Господа не как традиция, как-то, но особенно, это Ласка Божия, что мы можем вспомнить то, что произошло там на Голготе. И потому каждый из нас с верой живою должен наш взор духовный направить на те глубокие раны, из которых строилась святая невинная кровь Сына Божьего, Божьего Ахса, в которой чудотворная сила смывать из всяких грехов. Но при одном условии, что обращаемся с искренним раскаянием в сердце за свои немощи, за свои недостатки, за свои согрешения, за свои падения, без покаяния, эта сила крови Христа не может произвести своего действия в нас и освободить нас от запинающего в нас бремени. Поэтому и пропитая псалм, где автор напоминал нам о том, о той чудной силе в крови Христа и о том, что в край святой войдет тогда душа наша, коль очищены мы кровью Иисуса Христа. И поэтому жизнь наша, протекающая так быстро, постоянно нуждается в Божьем освящении, в Божьем обновлении, в омытии кровью Иисуса Христа. В своем послании апостол Павел к филипийцам, вторая глава. Будем читать. С 5 стиха. И по виду став, как человек, смирил себя. Быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершаете свое спасение, потому что Бог производит в вас их оттенние действия по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукрызненными чистыми чадами Божьими, непорочными среди струбтивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержая слово жизни к похвале моей в День Христово, что я нечтетно подвязался и нечтетно трудился. Апостол Павел, жизнь которого была вполне посвящена на служение Господу, видимо, его величайшую заботу о всех уверовавших, чтобы они возрастали в Божьей благодать, чтобы это слово наставление, увещевание в Слово Божье приносило плод в их жизнь, которого Бог ожидает от своих последователей. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став, как человек смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Тот, что оставил Христос последователем Своим, это призыв, придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И к этому у нас должно быть это стремление, чтобы на продолжение всей нашей жизни, независимо от нашего возраста, века нашего, не оставить этого желания, этого труда, искать помощи у Господа и обогащаться Его смирением и Его кротостью. Потому что смирения у нас, у каждого нет настолько, чтобы быть довольными своим состоянием. Его у нас постоянно не хватает, пока мы здесь, на земле, и никогда мы не можем подумать, что вот мы уже достаточно смиренны, потому что в таких случаях это будет наша беда, когда мы возомним о себе. Смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной. И когда вспоминаем тишину Гевсиманского сада, где Сын Божий, преклоняя колени пред Отцом Своим Небесным, просил, если возможно, да минует чашусь я мимо меня впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. И когда пришли воины, чтобы взять его, а впереди их Иуда, который должен показать, чтобы не произошла какая-либо ошибка, чтобы точно поймать Сына Божьего, он спрашивает их, кого вы ищете. Ведь им сердце полное мира, мужества, смирения и без капли страха, который многих мужей Божьих паралитировал. Христос спрашивает, кого вы ищете, если Иисуса, то пред вами Я. И эти слова, казалось бы, такие кроткие, простые, но они имели какую-то особую силу, так что эти воины с мечами, с кольями отступали назад, падая на землю даже. Поэтому, смотря на этот подвиг, совершенный Сыном Божьим на Голгофе, у нас есть возможность посмотреть на Божью волю, на Божьи пути и на Божье определение для плоти, в которой находился Сын Божий, находимся и мы. И для нашей плоти предназначено пройти через Голгофу, чтобы то, что плоское у нас могло умереть, потому что дела плоти, с которыми мы приходим в этот мир рождаясь, и это сопровождает нас и эти ужасные качества нашей плоти. У нас с ними борьба, и для них у нас долг умереть для того, чтобы жить для Бога, чтобы жить по-духу, почему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. в книге Псалмов Хочу бы припомнить слова в самопевце Давида, который был мужем по сердцу Божьему, но все же и в его жизни мы видим падение и в русском переводе 31 Салом в полском прикладе Псалм 32 Блажен кому отпускны беззакония и чьи грехи покрыты Блажен человек которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства Когда я молча обречали кости мои от шедневного стенания моего и в день и ночь тела надо мною рука твоя свежесть моя исчезла как в летнюю засуху но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего я сказал исповедую Господу преступления мои и ты снял с меня вину греха моего когда читаем псалом псалом русском переводе там также встречаем слова где псалмопевец чувство чувство это бремя греха которое имело место в его жизни он говорит тебе тебе и благослови для грешника благослови Почему отпущен беззаконие, и чьи грехи покрыты блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Будем помнить всегда, что Бог гордым противится, а Смиронным дает благодать, и что Бог ненавидит также и лукавство. Но Он всегда доценивает, когда сердце человеческое наполнено искренностью для того, чтобы быть ближе к Господу. Без этого мы не сможем. Наше сердце должно быть настолько искренним, чтобы искать лица Господа и силы Его, не полагаясь никогда на себя, на свою мудрость, на свои способности. Но таковыми, как есть, приходить к Господу, в Нем нуждаться, чтобы Его благодать спасительная производила эту чудную работу, в которой мы нуждаемся, пока мы здесь, на земле. Смотря на все то, что совершилось на Голгофе, мы, думаю, что будем благодарить каждое из глубины сердца своего за этот величайший подвиг вечной Божьей любви, явленный всякому грешнику. Сын Божий, оплеванный, осмеянный, сбитый и зависший между небом и землею, Произносил эти замечательные слова Прости им, ибо не знают, что делают Пришли, как на разбойника, с мечами, с колями, И все же их сердце, наполненное этой жестокостью, не вздрогнуло, чтобы задуматься, Но по своему намерению, по своим таким лукавым мыслям приходят, чтобы все же покончить, Но все это было по Писанию, все это должно было совершиться, ибо таков был Божий план для спасения моего и твоего. И эта всепрощающая любовь была явлена во всей полноте для всех тех палачей, которые распинали его. Но в этих словах поныне есть особая чудная сила, В которой нуждаемся и мы в нашей жизни, Потому что и мы призваны именно к тому, чтобы быть способными прощать. Расчищение это, как бы сказать, ну, такая основная, Основное качество для того, чтобы христианская жизнь возрастала и была повзеносной. И вспоминается, вот, одно из проповедей, Такий пример был предъявлен, Что когда верующего уже еле живого, Бросили в помещение, где стены покрыты ледом, И бросили его туда с целью, чтобы его жизнь там прекратилась, В этих таких, ну, тяжелых обстоятельствах. И с последних сил своих Его уста, его губы Еле могли шевелиться, Но постоянно произносил Этот страдалец эти слова Прости им, Ибо не знают, что делают. И так, лежа На холодном полу В течение пяти дней Он постоянно Повторал Одни и те же слова И эти слова Настолько Согревали его Естество Его жизнь Могла тлиться И когда через пять дней Они вспомнили И пришли забрать, чтобы Отправить его уже оттуда мертвым Пришедшие изумились Им это не вмешалось, что Пришедшие Они увидели его Что в нем еще Тлится Жизнь И оттуда Его взяли Живым Какая чудная сила В Божьем Прощении И Какая Сила Для Христиан Прощать От сердца Все то, что Нас Порой встречает Сесть на земле Как бы Невелики были Эти Неприятности Но за нами Долг Просить у Господа Этой любви Этой силы Которая Способна От сердца Все Простить Чтобы Божье Прощение И Божье Помилование Было Уделом Наших Сердец За все Это Что мы Перешили За то, что Получили За Его Все Благословения За Его Помощь За то, что Он Укреплял Нас И когда Мы падали На пути Он Поднимал Нас За все Это Мы Принесем Нашему Господу Благодарность И Воспользуемся Этой Возможностью Пройти К Нему Таковым Никак Есть Находясь На этом Месте В этом Служении Во Свете Божьем Увидеть Себя Нашу Всю Немощь Всю Нашу Неходность И Понуждаться Чтобы Он Еще Провирая Наши Сердца Совершил Своё Ощущение В Нас Аминь